Музыка Мне много чего есть сказать, но я, наверное, начну с обращения к господину Пашиняну. Учитывая, что меня смотрят люди из правительства Армении, не знаю как Пашинян, но из правительства власть имущие смотрят. И, возможно, передадут ему этот небольшой фрагмент, который я запишу, прежде чем перейдем к другому фрагменту. Скажите, господин Пашинян, сколько это может уже вообще продолжаться? Где этот фонд Гайястан и почему деньги до сих пор не прибыли по тем местам, для чего они предназначены? Мы за эти дни объехали, я не знаю, десятки, а до меня и сотни раненых, которым не оказывается никакая помощь. Это просто немыслимо. У кого бы я не спросил, никаких денег, никакой помощи от властей они ничего не получали. Это вообще как объяснить? Вы вроде бы позиционировали себя как честный человек, пришли на смену воров. Так в чем же дело? Вы знаете, я всегда был, придерживался такой нейтральной позиции к вашей персоне. Хотя изначально, да, вот мои зрители помнят, когда я сказал, ну не верю я вам, господин Пашинян, хотя бы потому, что вы журналист. Потому что, ну действительно, среди моих братьев журналистов, ну процентов, ну может быть 20 бывает порядочных людей. Я сам журналист и я могу это сказать с полной ответственностью, потому что бывало, я работал во многих редакциях, меня окружали очень много журналистов. Ну и, ну пусть из 10 человек где-то 1-2 попадались более порядочные. И поэтому журналистам я не всегда доверял, только тех, кого знаю. И эти мои слова были как раз таки адресованы тогда вам. Я сказал, не верю я вам, потому что вы журналист, да. Но я всегда думал, ну слабенький лидер или лидер вор, что лучше? Такая была дилемма. И я сделал уклон на слабенького лидера, то бишь вас. Потому что думал, ну слабенький, зато наверняка, наверное, будет честный. В отличие от тех, кто разворовывал, да, до вас. Но видите, как получается. Иногда так получается, что слабенький подставляют так, что, ну если человек слаб, то он, наверное, слаб во всем. Еще раз. Я бы даже не попросил, а потребовал бы от вас, чтобы вы выступили, высказались перед народом, где эти деньги. Почему они не обеспечивают те семьи, которые сейчас нуждаются в помощи. Где эти деньги, господин Пашинян? Почему мы ездим по больницам, мои друзья ездят по больницам, возят гуманитарную помощь. Где деньги тех, которые сейчас живут в Карабахе, на носу зима. На чем, на какие деньги им жить. Какова будет судьба раненых. Где эти деньги? Также хотел бы обратиться, значит, к некоторым недобросовестным журналистам, которые пишут о том, что якобы в Армении проходят какие-то массовые митинги за отставку Пашиняна. Нет ничего подобного. Вот видите, я говорю честно. То есть, я сейчас как бы гоню на вас, но с другой стороны, я говорю честно. Никаких подобных митингов в Ереване нет. Я сейчас в Ереване нахожусь. Есть митинги по вечерам. Собираются исключительно, ну, во всяком случае, вчера я видел человек 300 у здания на площади республики. Это были родственники бойцов, которые оказались либо в плену, либо пропавшие без вести. Это были их родные. Они хотят знать, какова судьба их близких, как собираются их оттуда возвращать. Живы ли они, здоровы или их вовсе нет. Вот кто эти люди. Ни за какие отставки речи нет. И недоброжелатели не дождутся. Я еще раз говорю, я не сторонник Пашиняна, я это всегда говорил. Так же, как и не сторонник Сарксяна. Я только за правду. Значит, посередине. И то, что вижу, то, что слышу, я то вам и передаю. Я считаю, что армяне мудрый народ. И не потому, что они сейчас за Пашиняна, поэтому не проводят подобные митинги якобы за его отставку. Нет, дело не в этом. Просто Армения сейчас понимает прекрасно, что страна нынче не в том положении, чтобы начинать какие-то революции, кого-то скидывать, каких-то там новых министров назначать. Сейчас не время. Сейчас не об этом речь и не время. Сейчас речь только о том, что произошло. И люди хотят знать. В том числе правду. Кстати говоря, правду я тоже не узнал за все эти дни, пока я нахожусь здесь. К сожалению, даже находясь рядом с людьми, казалось бы, которые должны знать много больше, чем я, те тоже пожимают плечами и не понимают, что произошло. А произошло то, что шуши не брали ни в коем случае. Там до последнего наши бойцы стояли. Были звонки даже 9 числа из шуши, где с ужасом узнали, что им нужно покидать шуши. То им говорили отступать с юга, куда-то там на север, якобы, чтобы устроить какой-то там котлован для врага. И тогда отступали, что до шуши дошли наши. И шуши сдали. Они завоевали. То есть враги не завоевывали шуши. Как, в принципе, и Кельбаджар и все остальное. Буквально позавчера, ребят, мы оттуда встречали из Карвачара или Кельбаджара, как его в Азербайджане называют. Сели в машины и приехали. Потому что было приказано. Кто-то остался до сих пор там. Но до диванки, конечно же. Еще у меня, господину Пашиняну, такой вопрос. Скажите, несколько лет назад. Ну, не несколько лет назад. Где-то около двух лет назад. Вы встречались... Я пока имени не буду называть. Я до последнего это тоже скрывал. Вы встречались с одним моим приятелем, которого многие знают. Во всяком случае, все, кто меня смотрит, все его знают. Вы с ним встречались и даже упрекли. Упрек был следующий. Не нужно быть слишком жестким к Азербайджану, к главе азербайджанского государства. Потому что у нас, у Армении, с ними планируются, значит, долговременные связи, отношения. И все будет хорошо. Поэтому не нужно гнать на Азербайджан. Скажите, пожалуйста, Никол Владимирович или Ваваевич, я не знаю, как вам больше нравится. Вы что имели в виду? Я, конечно, все понимаю. И абсолютно не упрекаю в вашем русском языке, в вашем английском языке. Потому что вы все-таки гражданин Армении. Вы выросли в Армении. Вы думаете по-армянски. Вы не обязаны знать ни русский язык, ни английский язык. Но все-таки я бы рекомендовал вам пользоваться переводчиками. Все-таки вы глава государства. И нужно четкое мышление, четкая передача информации. Это очень важно. И когда вы это сказали, как вот сейчас это все понимать? Что вы имели в виду? Какое долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном? После чего? Вот ответ на этот вопрос мы бы тоже все хотели бы услышать. Ну а далее, вот бы я что хотел вам показать. Два небольших сюжета. Может быть где-нибудь там ёкнет у власть имущих. И наши честные духов ребята, которые пришли на смену в Варам. Все-таки вот их затронут отцовские чувства, может быть. Там материнские чувства, я не знаю. Я покажу один сюжет о ребенке. А потом покажу наших бойцов, в кого мы были. Вчера ездили. Ну, сначала два слова об этой семье. Малыша зовут Хайк. Ему вот буквально на днях, 2-3 дня назад, исполнилось 40 дней отруду. Когда ребенок начнет уже что-то понимать, первое, что он поймет, что у него нет ни мамы, ни папы. Дело в том, что его отец, маленького Гайка, Ваге, погиб в 12 октября в Физуули, защищая этот город от врага. Через несколько дней, значит, его жена Шушан, которая носила тогда ребенка, у нее начались преждевременные роды. И она родила 7-месячного малыша. Все это время она находилась в больнице со своей малюткой. Ну, так как ребенок был недоношенный, находился в боксе. Ну, а тут похороны мужа. Естественно, она, как любая бы, наверное, поступила бы, мудрая, добрая армянская жена, армянская женщина. Она покидает роддом, ребенка оставляет, конечно, на время, покидает роддом, берет такси, едет на кладбище, чтобы проводить своего мужа. Последний путь. По пути на кладбище она попадает в страшную автокатастрофу и тоже погибает. И ребенок, ребенка сейчас уже выписали из больницы, он находится в квартире у, значит, бабушки и дедушки, которые будут его растить. Но у ребенка нет ни мамы, ни папы. И когда я узнал, что эту историю сейчас знает весь Ереван, а может даже и вся Армения, но правительство об этом не слышало, меня это, честно говоря, просто озадачило. Где деньги из фонда Гаястан? Почему этой семье, этому крохе ничего из этого пока, во всяком случае, не досталось? Почему добрые люди возят деньги, добрые люди возят продукты этой семье, этому маленькому ребенку, который в результате, я не буду говорить вашей политике, потому что не пойман за руки и ничего не скажешь в этом случае. В результате вот этой беспечной политики, он, этот малыш, лишился и отца, и матери. Вы обязаны просто сами вырастить этого ребенка на деньги государственные. Ладно, пока меня далее не взяло, давайте я вам покажу, значит, этот сюжет, а потом я вам покажу сюжет, где уже мы побывали в госпитале. Ну, а потом все. Потом все, я буду включаться, пока я здесь. Правда, хочу вам сказать, здесь я буду не каждый день. Я могу... Дело в том, что я не могу говорить, где я буду, где я был уже, потому что могу бывать в таких местах, где нет интернета, и очень сложно со связью. Но, когда будет возможность, я буду выходить в эфир. Ну, а очень скоро уже перейдем в студии, будем заниматься далее своими делами, чем и занимался Антитопор. Да, и помимо Пашиняна, который вот посмотрит этот сюжет и тронет его сердце, я также хочу обратиться ко всем, кто меня видит и слышит. Если вы хотите помочь этой семье, другим семьям, раненым бойцам, которые, повторюсь, ни копейки еще ничего не получили, ни от кого, кроме от добрых людей. В общем, реквизиты здесь, вот под этим выпуском. Сбербанк, PayPal, смотрите. Сколько хотите, сколько можете. 100 рублей, не знаю, 500 рублей. Все будем передавать. Раз у нас такие главы государств, то будем бразды правления брать сами. Все мы, которым не безразличны судьбы наших львов. Мы знаем, что нам нужно будет готовиться. Я не говорю через год, через два, но нам нужно будет готовиться к реконкисте. Мы должны объединяться. Мы должны уничтожить чертовой матери всех воров, всех этих скотин, всех этих слабаков. К чертовой матери, куда подальше, объединиться, сделать новую, возрожденную Армению, новый возрожденный Арцах. Потому что мы прекрасно знаем, когда мы бьемся с азербайджанцами, это нам вообще никакие не враги. И это нам вообще даже и не бойцы для нас. У нас сейчас новый враг. Это армяно-турецкая война. Вот в чем вся проблема. И Азербайджан это знает. Конечно, они утешают себя, что это они там войну выиграли. Ни в коем случае. Но когда они один на один и включают голову, думают, без Турции они дырка от бублика. Ну, в общем, пока меня не понесло, смотрим. Вы дедушка, да, маленького Гайка? Да, я дедушка маленького ребенка и еще два взрослых. У меня, короче, три внучка. У меня сын погиб на войне, в карабанной войне. И на... Жена приехала на пухоль, тоже аварий попали. Невестка ваша? Невестка. Невестка пришла на пухоль, на дороге аварий. Она тоже умерла. И первые внучки остались под моей... Под опекой вашей? Под опекой. Вы будете растить ребенка? Да, я буду растить моих внучек. Скажите, вам государство чем-нибудь помогло? Пока нет. Ну, были какие-нибудь, может, звонки, кто-то что-то говорил, может, нуждаетесь в чем-то, какой-то помощи? Нет. Потому что я знаю, о вас знает уже весь Ереван. Я не думаю, что в правительстве о вас не знают. Мы сегодня вот были на базаре и в торговых центрах, вот когда закупались, и там практически каждый второй знал. Да, ну, государственной помощи не было. Ну, помогали нам друзья моего сына. Наши и близкие. Да, скажите, а сын ваш Физули погиб? Ну, да. То есть это буквально в первые дни войны, да? 12 числа. 12 октября. 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 Угу. А невестка ваша родила уже после того, как он погиб, да? Невестка родила 15 числа. Ребенок родился раньше 7 месяцев. Угу. Да. То есть она Кесарева была, да? Да, Кесарева. Да, оперировали. И через 4 дня выкосили его. Угу. Ну, 3 дня назад выкосили ребенка, он уже нормально выкосили. Угу. привезли домой, но наш дом, где я живу, да. Съемная квартира это так неудобно, не подогревается, там сырое. и врачи нам сказали, Ну, здесь Ереване удобнее, да? Да, Ереване, там, ну, это... Трое суток мы уже живем у моей жене и сестре у них в квартире. Здесь температура нормальная. Угу. Я не знаю, что вы... Меньше 20... Ну, с ребенка уже еще 40 дней нету получается, да? Есть. А есть уже, да? Да. Угу. Ну, как здоровье вообще малыша, вот врачи, что говорят? Врачи говорили, все нормально. Все стабильно, да? Да. Пошли каждый месяц даже не... Угу. Ну, остается под осмотром. Да. Поэтому мы здесь живем в ней, чтобы здесь врачи тяну нас сессиям. Да, это правильно. Ну, дай Бог здоровья вам прежде всего, потому что вы теперь вам поднимать ребенка, да? Я уже сказал, что я думаю, даст Бог ребенок проживет и за маму, и за папу долгую и счастливую жизнь и вам тоже на радость. Можно сказать, что вам подарок от сына и вместо себя все вам тоже терпение и сил. Спасибо, дорогой, не спасибо. Сейчас я нахожусь в военном госпитале Эребуни и мне навестили здесь раненых, привезли передачки я, Артур, Абас, Саша Лапшин и многие другие. Посмотрите на ребят, те, кто в палате. в палате. Как это? Я говорю, замка, знаешь, на вас это пойдет в камеру на голову, умрет. Человек в палате. И это шофер в палате. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok